МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За особенности регистрации в Турции, ну и вообще, у нас 4 человека, 2 взрослых, 2 ребенка. У них уже не было мест для того, чтобы нас посадить вместе всех. Они разбили, то есть 1 плюс 1 и 1 плюс 1. Одних посадили на первом ряду, вторых на шестом ряду. То есть такое может быть, и вы должны к этому быть готовым, потому что если вы идете последними на регистрацию, выбора у вас просто не будет. Они посадят вас то, что станет. Или старайтесь первыми, или тогда уже то, что будет. Вот ребята, там 3 человека, семья, их посадили вместе. Наших ребят, друзей тоже посадили вместе. Их, по-моему, тоже не разбили. Но вот нам не повезло, уже мест не было больше. Здесь есть вся инфраструктура, покушать, и рестораны быстрого питания, и туалет, конечно же, и дьюти-фри, и несколько этажей. Поэтому здесь большой дьюти-фри, и вы найдете себе все. Есть игровая комната для детей, вы сможете их отдать, чтобы они там поиграли. Вот вы проходите досмотр пограничный, паспортный. Потом подаете в зону дьюти-фри. Это верхний этаж последний. Здесь находятся гейты для посадки. Также есть гейты еще на втором этаже. И на первом, на самом, по-моему, там уже нет ничего. Вот смотрите, что здесь есть. Например, видите, вот этот гейт, надо спускаться вниз. Здесь, если потерялись информационное табло, подошли, посмотрели. Вот у нас Минск, например, 10.30, 10-й, видите, гейтс. Видите, Минск, 10.30, Ременбри, Тобелавио, рейс, гейтс и фасад. Тут всякими сувенирами дьюти-фри. Цены, конечно, здесь выше, чем если вы в городе будете покупать. Быстрого питания. Чай, кофе, фурма. Вот эта игровая комната. Давайте посмотрим, что она стоит. Я знаю, что еще было на первом этаже, на самом. Еще одна игровая комната. Что там сейчас с ней? Из игровой комнаты 3 евро 15 минут, ну и так далее. То есть там 5 евро 30 минут. Здесь там сидит еще один этаж. Почему-то раньше мне казалось, что он трехэтажный, этот аэропорт. Ну а судя вот то, что мы сейчас видели, где-то там два этажа получается. Зона вылета сделана в виде круга, и вы по кругу просто ходите, видите. Здесь купол. Вся инфраструктура находится по кругу. И вот туда еще есть терминалы 214, из 15, из 216. Зона ожидания посадки. Ну вот это весь аэропорт из особенностей регистрации. Все здесь как обычно. Приезжаете, за 40 минут заканчивается регистрация на рейс. Если вы не успели, то вас уже не пустят. Поэтому привозят обычно за два-три часа. Для Белавио сейчас 23 килограмма. Это багаж. Одно место 23 килограмма. Раньше можно было 32 человека и один багаж на 30 килограмм. Сейчас нет. Семью только что вот при регистрации развернули. Побежали, чему дан распаковывать. Потому что или доплачиваете. Не знаю, возможно ли даже сейчас это. Или вещи перекладываете в другое место куда-то. Если небольшой перевес, у нас был 24 с половиной. Ну то есть они в принципе закрывают на это глаза. У нас даже сломалась ручка. И он пошел как нестандарт. Его руками повезли. Поэтому и в принципе даже в такие ситуации все у вас будет нормально. Если у вас особо ценный или хрупкий груз. То говорите о том, чтобы наклейку наклеили. Что у вас там стекло. Аккуратно обращались. После того как вы сдали багаж, получили билеты. Проходите досмотр. Получаете, чтобы вас пустили просто в зону паспортного контроля. Проходите паспортный контроль. Вам ставят штамп, а вылете. Потом проходите досмотр. И попадаете в зону дьюти-фри. И здесь уже делаете ваши покупки. Сейчас из особенностей еще проверю, прилечу. В Беларуси, в Минске дьюти-фри по прилету есть. Поэтому вы можете прилететь. Здесь особо ничего не покупать. Там купить и выходить. Потому что цены в Минском дьюти-фри, как правило, всегда ниже. На большинство позиций. Вот сколько летаю, сколько смотрю. Всегда одна и та же картина. Думаю, в Турции куплю. Приезжаю в Турцию. Тут цены выше на 20-30 евро. Ну, на какие-то дорогие вещи. А если по спиртному или парфюмерную воду, то это 10. От 5 до 20 евро разбежка может быть. Вот что у них тут на акции сегодня. Финляндия. Здесь большой дьюти-фри, несколько этажей. Цены, сами видите, какие здесь есть. Не могу сказать, что он дорогой или дешевый. Надо ходить смотреть, потому что несколько разных продавцов. И у них у всех свои цены. Санельс 25 евро 50 центов за литр. Чилос 12-летний 38,50. Мартель 41. Ну, сравним такие же позиции. Например, Балентайс литровый 15,72 евро. Беллс 19, Грантс 16, Анки Баннистер 14, Джеймсон 25, Вильямс 14,80 на акции. Алмека по 25, по 24 евро. Кэптон Морган 15,70. Ну, в принципе, видите, 14. Джин Бим по 19. Фамус 15,60. Ксуксу 13,50. Ну, и она такая у нас, я за сколько же ее покупал. Мартель 9,90 евро. 16 евро мартини шампанское. Амаралу 14,40. Водка Смирнов 15,30. Ну, Red Label классика 16,57. Валентайз 15,72. Джин Бим не вижу. О, Чивос какой-то 52 евро. Какой-то 15-летний. Книг на акции, смотрите, по 19 евро 95. Это уже по 40,30, но 42. Фьюго Босс 59, барбери, бурбери 44,95. Теперь Армани 54,50. А, то есть, те, кто любит, тут 15,40. МММ 17,6. Какие-то конфеты по 5,50. Чивос 18-летний 68, экстра по 57. Джек Дэниелс по 36. Вот такой есть, две бутылки за 46. Ну, вот вы видели позиции, какие и почем. Прилетим в Минск, обязательно, если разрешат там, поснимаю. Ну, а потом сами сравните, где лучше цены. Чем-то не портуют. Как-то вытащите на крышке. Сверхотет или на крышке. Закройте столики. А также опустите подлокотники. Упризначенные. Что-то не-то. Что-то поменил. Я закройте на крышку. А также вытащите подлокотник. Упризначенные. Взлетно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»